Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем готовиться к празднику Шавот, Дня Дарования Торы, когда Создатель, Творец Мироздания, открывается нам своим творением, дает нам Тору, чтобы могли учиться расти духовно и стремиться к нему. Итак, чем же нужно? Какое самое важное качество, которым нужно обладать, чтобы получить эту Тору и восприять ее, и расти духовно? Что мы должны уметь? Что у нас должно быть? Ведь говорят нам наши мудрецы, у нас должно быть хорошее сердце. Где мы это видим? Где нам сказали про хорошее сердце? И что это означает? А у нас есть 49 ступеней, которые мы проходим ступенька за ступенькой, чтобы получить Тору на праздник Шавот. Это всем известные 49 дней Омера. Итак, у нас есть 49 дней между Песохом и Шавотом. И между ними есть день Лагба Омер, 33 день. Получается, у меня есть первый этап 32 дня Лагба Омер, и второй этап еще 17 дней. Первый этап 32 дня это гематрия слова Лев, сердце. Потом 32 Лагба Омер, остается еще 17. Гематрия 17 это ТОВ, хорошее. Получается хорошее сердце. Хочешь получить Тору, самое главное, что внутри тебя? Какие у тебя качества? Ты хороший человек или не очень? Если у тебя есть хорошее сердце, ты сможешь получить Тору. Где мы это видим? Самый наглядный пример. А самый наглядный пример мы это видим у пророка Муше, который нам пошел на гору Синай и нам спустил Тору с небес. Какими качествами он обладал? Кто такой Муше Робейну? Почему именно он смог подняться на гору Синай и спустить нам Тору? Что это был за человек? А в книге Шмот написано парочка, совсем немножко эпизодов, но каждый из этих эпизодов его жизни показывает нам, какими качествами он обладал. Итак, что мы видим в Торе? Мы читаем про Муше, что он рос во дворце фараона, во дворце царя. Он был такой принц, принц Египта. И что? Он не жил там вот во дворце и забыл про всех остальных, про свой народ? Нет, нет, нет. Нет, говорит нам Тора, что когда он видел, что обижают раба еврея, его избивают до смерти, он пошел и спас его, и вмешался, заступился за него. Также еще один эпизод в Торе, что когда Бог говорит ему, слушай, иди спасать еврейский народ. Написано, что когда Бог открывается Муше, когда вот этот куст горел, и Бог с ним первый раз заговорил, то Муше ему отказал, семь дней он ему отказывал идти спасать еврейский народ. А как так? Тебе говорят, слушай, пойди спаси, там миллионы людей, они страдают, иди их спаси, выйдем из Египта, духовно поднимемся, получим Тору. Это же такое, прямо такой подарок, что ты можешь быть тем человеком, который спасет весь еврейский народ. Как же можно отказываться? Семь дней он отказывался. Почему? А потому что у Муше был старший брат Агарон. И Муше сказал себе, конечно, это невероятный подарок спасти весь народ. Я поднимусь на гору Синай, это просто сказка. Но мой брат, он расстроится, ведь он старший брат в семье. А выбрали меня, младшего брата? Я не могу согласиться, потому что мне жалко моего брата, он же расстроится. Вот те самые Лев Тов, вот это хорошее сердце, которым обладал Муше Робейну. Лев Тов, бьют кого-то на улице, ты во дворце, но все равно ты про него не забываешь, и ты пошел и спас ему жизнь. Тебе говорят, иди спасай народ, делай чудеса, 10 казней, ты откроешь море, ты пойдешь, получишь Тору, ты будешь со мной на небесах 120 дней. Но Муше отказывается, мой брат обидится. Вот что такое Лев Тов, хорошее сердце. Максимальная забота о других и думать не о себе, а думать о других. Вот самое главное качество, которое мы должны в себе воспитать, которое мы должны приобрести, чтобы получить Тору. Спасибо огромное за внимание. Будем работать над собой, еще есть много дней, можно еще прокачать это качество. Лев Тов, хорошее сердце. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.